Спонсор программы «Кафе Славянское». Приглашаем в кафе самообслуживание «Славянское». Завтраки, обеды, ужины. Выбирай сам, что нравится. Оформление любых банкетов. У нас всем хватит места. Кафе «Славянское». Самая народная кухня. Самое хлебосольное кафе. Мерецкого 6. В этом коллективе 17 человек, мало-мало-меньше. В молодежную студию ансамбля «Кантели» приглашают школьников. Но когда они вырастают и становятся студентами, они не бросают своих товарищей. Ксения Калинина начала учиться играть на «Кантеле» в 6 лет. По цепочке привела за собой и двоих сестер. Тогда еще существовал ансамбль Кулерова. А когда появилась молодежная студия при государственном ансамбле, их пригласили туда как специалистов своего дела. В 6 лет, наверное, еще сознательно вряд ли ребенок может выбрать. Меня, в принципе, привела бабушка, просто так как она тоже творчатый человек, решила прививать любовь к искусству. А потом уже как-то это сохранилось, вот любовь к инструменту непосредственно. И поэтому, наверное, мы уже продолжали ходить, будучи уже в школе, и студентами сейчас уже в университете все равно продолжаем. Администратор молодежной студии Алина с детства занималась музыкой, но классической, с 5 лет играла на фортепиано. А в консерватории училась на финно-угорской кафедре, где ей и рассказали, что такое кантеля, йохика и другие национальные инструменты. Мне повезло. Я думаю, что это случай. Ну, я, возможно, это было не так далеко для меня, потому что у меня мама пела в нашем подразвуковом коллективе «Карелла». Вот. И мы с детства, моя сестра и я, мы воспитаны на этой музыке. Я думаю, что эта музыка современная. Вот. И очень хорошо слушают маленькие детки. Вот. Ну. Она мелодичная, да? Она, да. Вот звук кантеля, он... Я не знаю, даже когда я его слышала, это каждый звук через меня проходит. Вот кантеля, ты же играешь на этом инструменте, и он как будто бы... Душа поет, душа отдается в инструмент, в руки, и, в общем, это вот все мы дарим людям. И действительно, детям и слушать, и играть в радость. Ксения и ее сестра Александра всегда играют дома, если их попросят гости. Особенно, если это гости из других стран. Им такой инструмент в диковинку. Мы, наверное, занимаемся музыкой скорее для себя, для собственного развития, потому что, конечно, это нам помогает именно как в развитии человека, наверное, у нас самих, как личности. Ну, и иногда даже мешает, наверное, потому что из-за концертов приходится пропускать занятия, но все равно оно того стоит. То есть, заниматься музыкой не только для себя, но и нести это в массы, показывать это людям и другим детям, потому что мы же ветераны уже в студии, можно сказать, но у нас есть маленькие ребята, которые занимаются. И, конечно, если они приходят на концерты, слышав музыку, то их это может заинтересовать, и они будут продолжать эту традицию музыкальную. Придут играть в студию молодежи, заниматься на канте. Пойся, леший, оброс сыроежкой, Кричит сонной совой мед-самесь, Желтый коготь, еловая вешка, Тальше весь, летописная весь. Коллектив часто выступает, ездит по районам республики, бывает в Финляндии. Вскоре отправится на конкурс в Эстонию. На этот раз решено было дать концерт в Национальном музее вместе с поэтом Олегом Мошниковым. Вместе с ним кантелисты любят выступать в марциальных водах. Их музыка, его стихи, тамошняя природа, покой – все это оказалось созвучным. Детство провел в деревне, у бабушки, у других родственников. Общался с людьми, которые еще помнят и знают вепский язык. То есть в детстве даже слышал кое-какие словечки. И эти словечки представлял свои произведения. И в стихи, и вот рассказы вышли в журнале «Север», тоже навеянные. Вспоминанием детства там о ковидовстве, о колдуньях, то есть вот об этом направлении нашей корейского фольклора. И естественно, что и в стихах, и в рассказах есть и деревни, есть и живая разговорная речь деревенская. Проведя детство на природе, неотрывно от народных традиций, Олег пришел к мысли, что все народные верования имеют право на существование. И лешие, и русалки – все это есть, только они прячутся. Я хоть и человек крещеный, но земля, она какую-то дает силу человеку. То есть попросишь ее, каким-то словами обращаясь, даже к тому же к цветочному горшку, там, с цветком дома. И как тебе лучше становится. То есть какая-то связь с землей есть у человека, тем более у человека, который на этой земле родился. У меня ведь прабабушка была ведунья. То есть она при мне снимала грыжу, рожу, то есть вывихи, кровь останавливала. Заговоры, да, пошепчет, положит ножичек на больное место. Ну, вот у человека проходит боль. Олег сожалеет, что в детстве не усвоил вепский родной язык. И всем советует, если есть национальные корни, изучайте свою традицию. Вот и сестры Калинина, почитав Калевалу, вспомнив о своем карельском происхождении, настоятельно это рекомендуют. Мы, конечно, играем и руны в разных вариациях, то есть как произведение и в младшем составе. И вот я играю сольное произведение уже в современной обработке. То есть как раз-таки это, опять же, подчеркивает то, что эта музыка народная, она никогда не перестанет быть актуальной. Это малый народ, поэтому культуру эту следует сохранять. Ну и просто, наверное, для себя, потому что это близко к нам. И даже мы здесь родились, и Кантель отражает, в принципе, в мелодиях, которые мы играем на Кантеле, отражается и история этих мест, и именно вот ценность народного творчества фольклора. То есть это в основном все... На Кантеле первоначально играли руны, то есть это вот как раз-таки карелло-финский народный эпос. Поэтому надо его сохранять, просто чтобы мы не забывали свое прошлое, своих предков, и в принципе это, наверное, основа нашей духовной жизни. Оказалось, что репертуар для исполнения на Кантеле не такой уж и большой, поэтому Ксения с подругами иногда берет известные песни, и они пытаются их перекладывать на инструмент. Своих песен пока, правда, не пишут, но ведь все еще впереди. Помните о том, что мы не просто население, мы народ, и это звание дорогого стоит. Его достойны только те, кто помнит о своих корнях, традициях и истории. Приглашаем в кафе самообслуживание «Славянское». Завтраки, обеды, ужины, выбирай сам, что нравится. Оформление любых банкетов. У нас всем хватит места. Кафе «Славянское». Самая народная кухня. Самое хлебосольное кафе. Мерецкого, 6. Кафе «Славянское». Субтитры создавал DimaTorzok